Всем большой-большой привет! Я решила, почему бы и нет, снять видео еще одно. Как-то у меня есть такое вдохновение, как-то у меня есть время на самом деле это сделать. Сколько времени? Да, время есть. Я отвечу в этом видео на вопрос. В принципе, все вот такого плана видео это какие-то ответы на ваши вопросы, которые вы мне задаете более-менее часто, либо даже единожды. Если вдруг кто-то мне задает вопрос, который мне кажется интересным, я на него снимаю видео. Итак, вопрос был о том, как мы ходим в гости. Как гости приходят к нам, как мы ходим в гости, потому что мы это делаем достаточно часто. И вообще, как мы проводим этот досуг с другими людьми. Как-то так он звучал. Я не помню, был ли там вопрос еды. Но вопрос еды на самом деле в гостях, и когда мы приглашаем к себе гостей, всплывает тоже постоянно. Поэтому давайте в этом видео я постараюсь ответить на эти два вопроса. Первое, давайте начнем с еды. Несмотря на все наши эксперименты с едой, в гостях, когда мы приходим куда-то в гости, люди, которые нас знают уже давно, они, как правило, готовят рыбное меню, либо вообще такое веганское. В зависимости от людей, от конкретных людей, в зависимости от того, как питаются они, в зависимости от того, ну, какова их фантазия, назовем это так. В принципе, наверное, из всех, кого мы знаем, именно такое вот веганско-вегетарианское меню без мяса и без рыбы, мы встречали нечасто, и все время, наверное, в одной и той же семье, и, ну, они как бы вообще очень такие. Они всегда очень красиво накрывают стол, очень разнообразно, мне кажется, вообще никогда не повторяются. При этом еды немного, но ты успеваешь наесться, и это как-то, ну, то есть как бы твое время проводится не вокруг еды, а вокруг общения. Вот это вот то, ради чего я хожу в гости, это то, что я вообще ценю в людях. И, ну, скажем так, в основном это, ну, такой рыбный, ну, как бы вегетарианское меню без мяса. Иногда люди для себя готовят мясо, что лично я в этом ничего не вижу, это их личное дело, они могут есть, что хотят, правильно, имеют на это право, а не хозяева в доме. Если же гости приходят к нам, то мы готовим тоже в зависимости от семьи. Это может быть чисто веганская еда, это может быть вегетарианская еда, то есть еда, то есть это может быть сыры, 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 мог бы сыры или брынза, либо рыба. Мясо я никогда никому не готовлю, потому что, мне кажется, то есть с одной стороны можно было бы сказать, что раз к вам приходят люди, вы знаете, как они едят, то для них можно приготовить. Согласна, в целом я согласна с этой точки зрения. Но с другой стороны мне кажется, что один вечер люди вполне могут прожить без мяса, тем более они могут заменить это рыбой, я не знаю, морепродуктами, сырами и так далее. То есть я никого не заставляю ударяться в веганство, но как-то вот мясо у нас в доме не едят, я его не готовлю, и сама идея того, что в моем доме будет мясо, мне, если честно, противна. Вот эти вот трубики несчастные, зеленые, синие, мне это неприятно, я это не хочу. Поэтому, как бы люди об этом знают, никто не обижается. Ну, во всяком случае, я об этом не знаю. Дальше. Блюда я стараюсь готовить интересные. Я стараюсь не делать вот эти вот банальные, вы знаете, вот наши такие застолья. Конечно, тоже все зависит от людей, которые к вам приходят. Кто-то именно так видит, что было очень много еды на столе, и по-другому никак, иначе вы как будто бы их обидите. Такое тоже есть, ну, как бы такое встречается. Тогда, конечно, ну, как-то выходишь на такой более-менее стандартный вообще российский вариант стола, что я лично не очень люблю, точнее вообще я это не люблю. Вот, но в большинстве своем мы стараемся делать что-то оригинальное, интересное, какие-то такие блюда, которые либо люди, скорее всего, вообще не пробовали, либо, может быть, один раз в его жизни пробовали. Ну, очень часто получается, что люди, приходя к нам в гости, пробуют у нас что-то новое. И, ну, почти всегда даже, я бы сказала, что-то новое, чего до этого они никогда не ели. И, на самом деле, мне кажется, это интересно, в этом я вижу некую свою даже как миссию по отношению к нашим гостям, это как-то вот расширять их, скажем так, кулинарный кругозор. Или, да, как-то так. Как я люблю, что для меня, давайте я вам напишу свой идеальный вечер в кругу друзей, я напишу ей, я бы объяснила бы это так. И, наверное, это вот этот вот вариант, когда у тебя красиво украшен стол, когда у тебя на столе не очень много еды, но она вся интересная, она вся, не то, что даже полезная, а она-то какая-то, знаете, вот, дающая тебе энергию и силы. Я бы это назвала так. Это не значит, что должен быть сыроедный стол, вовсе нет. Это что-то, вот, знаете, вот не сильно переготовленное, не слишком сильно зажаренное, там нет много масла, нет майонеза, знаете, вот это вот, всего такого, что мы любим в нашей русской кухне, российской, советской кухне. Вот этого я все не люблю, для меня это все очень тяжелая еда, и потом, как бы, естественно, после нее чувствуешь себя плохо. Хотя я не исключаю, что это вкусно. Но вот такое вот что-то легкое все-таки. И когда вечер твой складывается, как я уже сказала, не вокруг еды, хотя, конечно же, еде ты будешь уделять внимание, потому что такой вечер, вот мой идеальный, она интересная еда, и тебе хочется узнать, что это, как это готовили и так далее. Но это не главное. И твой вечер складывается вокруг общения. Причем общение, знаете, вот не на уровне, люди много пили, и теперь им есть о чем поговорить, потому что все расслабились, раскраснелись, и сейчас будут, не знаю, парой чушей нести какие-то, не знаю, пошлости. А когда общение у тебя идет, естественно, с самого начала, и для этого тебе его не надо чем-то разогревать, подкреплять, и в общем, ну, то есть, как бы, вот, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. И какое-то общение должно быть тоже интересно, и не просто, знаете, вот обсудить соседей, или, я не знаю, там, кто где что купил, куда поехал и так далее. Когда в какой-то этап ты выходишь на какое-то такое, какие-то темы интересные, вы что-то интересное обсуждаете, узнаете что-то новое, что-то, вот, люди, которые к вам пришли, или к которым вы пришли, вам что-то интересное рассказывают, у них, может быть, в жизни что-то произошло интересное. Либо они что-то узнали, что-то прочитали, что-то посмотрели. Ну, идет вот какой, знаете, вот обмен интересной информацией, которая интересна вам обоим Не обязательно вы в этой теме должны плавать, знать все как есть Или это должна быть близкая вам тема Возможно, это вообще что-то, что вы слышите впервые Ну, короче, знаете, когда после такого вечера ты приходишь или там едешь домой Или, не знаю, там люди от тебя уходят И ты как-то вот чувствуешься каким-то вдохновленным И как будто бы, ну, вот этот вечер стал особенным в твоей жизни Вот такие вот вечера я обожаю И, в общем-то, я хожу в гости ради этого И к себе зову гостей ради этого Я не говорю, что все вечера получаются такие Далеко даже нет И это зависит от людей, к которому приходят Зависит от их интересов Это зависит вообще от ваших взаимоотношений И того, как вы себя чувствуете в кругу этих людей Я бы даже сказала бы, что меньшинство встреч, они проходят именно так Вот, к сожалению Но, тем не менее, они есть и они особенно ценны Меня также, по-моему, в этом вопросе спрашивали Кстати, тоже такая тема про настольные игры Играем ли мы вообще в какие-то игры или в настольные игры Да, бывает Но, если честно, как вы, вот, из моего идеального вечера Вы поняли, что я больше про общение Ну, потому что я вообще люблю потрендить Люблю, начнем с этого Но как-то вот для меня вот эта встреча с друзьями Это никогда не кино Это никогда не что-то, где, вы знаете, вот нельзя пообщаться Вот мне вот хочется получить от людей какую-то энергию Мне хочется им тоже что-то передать И поэтому вот этот вот обмен, вот, не знаю, словами, энергии, опять же Для меня он очень важен И поэтому я не очень люблю игры Я согласна играть в игры, когда вечер, как бы, знаете, он сам себя изжил И вроде как еще уходить рановато и неприлично И вроде как уже и перетереть нечего У нас даже был период, мы очень часто играли в игры Ходили в гости, играли достаточно, ну, постоянно в эти игры И я понимала, что мы в них играем, потому что нам нечего обсуждать Потому что нам не о чем поговорить Потому что если откроется рот, то будет какая-то ересь вообще Какие-то, я не знаю, там, ну, не знаю, какая-то ерунда будет Поэтому лучше, да, вы знаете, сосредоточиться на игре Иногда бывает, что тебе просто хочется поиграть Бывает не часто Я не очень люблю все эти игры, если честно Но бывает, что да Вот даже вот недавно мы ходили в гости Я не очень вообще Хотя у меня есть, были тоже дома настольные игры Но я их все раздарила и раздала Потому что как-то, ну, не знаю, мне вот хочется просто посидеть, пообщаться И мы играли в активит Если, знаете, такая игра, когда нужно там Объяснять слова, типа крокодила Такая продвинутая версия игры крокодил И поначалу вообще не хотелось Но потом как-то мы разыгрались И даже стало так ничего, весело То есть я не говорю, что игры это плохо И это, знаете, только если вам вообще прям нечего обсудить Вовсе нет Иногда это очень даже бывает интересно Но когда вот это вот постоянно, одни эти игры Ну, как бы мне, мне лично, мне Ну, вот мне и Феде, нам Это не очень интересно Но иногда это как выход просто Ну, как бы, вы знаете, когда уже зашло все в тупик Уже надо хоть что-то делать Ну, тогда можно и поиграть Вот Потому что как-то все-таки любая игра В основном Это некое напряжение мозгов Это, наверное, неплохо Но все-таки я хочу вечером как-то вот, знаете, вот расслабиться Мне хочется о чем-то вот Ну, я уже говорила там Поговорить, обсудить Как-то, я не знаю Даже надо помолчать вместе Бывает очень приятно, знаете Но Никак не играть Что еще можно делать В гостях? Танцевать Караоке Я певец, конечно, вообще ни разу не от Бога И вообще, как бы, мне это не дано Ну, вот-вот вообще Вот чем меня было Обделили в самом начале Вообще, моего состворения Так это вот Склонность к какому-либо Варианту пения Поэтому Караоке тоже не мой вариант Но Это может быть весело Это может быть весело Поэтому почему бы нет Тем более, если вам это дано И вы это любите То мне кажется Особенно, если это как вот отдельно Куда-то выйти Там в караоке-бар Да, мне кажется, вообще шикарно Вот Какие еще есть варианты танца? Ну, танцы я люблю И если как-то вот вечер прям пошел Особенно хорошо То я могу и станцевать Но В основном нет Как-то вот для танцев хочется отдельно Для танцев нужна особенная атмосфера Знаете, такая вот какая-то вот Такая движуха, назовем это так А я люблю вечера проводить То есть, когда ко мне приходят гости Я всегда зажигаю свечи Я То есть, знаете, такой вот Как-то создается такая вот атмосфера В каком-то, знаете Вот я вот люблю Когда я включаю музыку Какой-то типа такой Тоже мягкий, медленный джаз Мы включаем И поэтому я люблю Вот эту вот атмосферу Каких-то, знаете, очень уютных ресторанов Где приглушенный свет Где вот эта вот какая-то еда Где вот Неиспешно и негромко идет беседа И вот, знаете, такое легкое звяканье Вот этими вот приборами О тарелке Я вот люблю такую атмосферу Естественно, в такую атмосферу Совершенно не вписывается Я не знаю, пение, танцы Я не знаю, все остальное Поэтому вот эта вот та атмосфера Которую я люблю Знаете, вот эта атмосфера Такого расслабления Поэтому, опять же Это все не очень вписывается В концепцию моего прекрасного вечера Но, тем не менее Это все может быть И это может быть великолепным Отдельным Как отдельное Вот, знаете, вот ради этого Знаете, как вот такая тематическая встреча Тогда да Для меня, опять же Если у вас по-другому У вас, у всех Может быть по-другому По-разному Вообще у каждого может быть по-своему Меня спрашивали про то, как это проходит у меня Я вам рассказала Вот Так что вот так вот Такой вот вечер А как любите вы проводить Вечера со своими друзьями? Расскажите Поделимся И Может быть возьмем друг у друга Что-то на заметку Всем большое спасибо за просмотр И пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!